13 глава Самолет из Бомбея взял курс на Одессу. Две недели каникул обещал всем режиссер. Кроме тем, кому надо было делать монтаж фильма, тем только два дня и на работу. Тара решила держать дистанцию от Тимура, и на предложение сесть с ней рядом в самолете ответила отказом. Да, девчонка с характером, дай ей собраться с мыслями, не приставай, вы должны отдохнуть друг от друга, советовал Дмитрий. Может ты и прав, я в оковах ее не держу, она свободная птица. Да королек птичка певчая. К чему ты этот турецкий фильм вспомнил? Да, есть что-то похожее у вас из этого киноромана, похожее кино, а вот романа нет еще, пусть все утрясется, не гони коней, на худой конец тебя есть кому успокоить и приголубить в отличие от меня. Да, а когда ты музу свою встретишь? Не все так просто, ее на базаре не купишь, пока не встретил, не довелось. Может, как приземлимся к моим милашкам? И тебя утешит кто, согреет? А ты знаешь, после изнурительного труда, можно и расслабиться. Я не против. Они приземлились вечером, и всех такси и машины принцы развезли по домам. А принц с Дмитрием поехали за утешением в пансион благородных девиц. Добрый вечер, Изида. Привет, как долетели? Как видишь, живые? Изида, мы в душ, потом распорядись, нам ужин приготовить и моему другу музу поищи, может Марина свободна? Да, свободна. Вот и хорошо. Пошли мой друг смывать пыль индийских дорог. После ужина Дима ушел к Марине, а принц как всегда навестил своих мус, Ольгу, Кэт и Розу. Они принцу помогли развеять всю печаль и грусть. И он их, как всегда, одаривал подарками. Через две недели монтажа, режиссер всех пригласил на озвучку картины. Потратили еще три дня. За это время Паша вернулся с рейса. Он долго думал и еще раз хотел встретиться с Тарой, и узнать как у нее дело. Он опять поехал в агентство Марго. И на этот раз Марго была на месте. И несмотря на то, что Тина не хотела его пропускать, все таки прорвался в кабинет. Молодой человек, вы почему врываетесь без спроса? Я сейчас охрану позову. Кричала Тина. Когда Марго его увидела, жалилась и велела присесть и сказала. Тина успокойся, мы без охраны разберемся. Здравствуйте, извините Марго. Шо врываясь так? Ну, и что же вас так сподвигло на такой отчаянный поступок? Я хочу знать всю правду. Какая правда вам нужна? Правда ли? Шо вас Тара бросила? Нет, не правда. Завтра будет на рабочем месте. Чуяло мое сердце. Значит, эта Тина все угола мне. Я ее узнал по голосу. Ну и что же она вам еще говорила? Говорила будто. За муж собралась Тара. За олигарха. Он для нее кино снимает. Ну, что кино снимали это и я свидетель. А вот за муж. Это новость для меня. Я так и знал. Кругом обман. Не знаю почему мне. Тара не звонила. Не звонила. Потому как ваш номер кто-то стер из телефона у нее. Кошмар. Так вот оно шо. Целый заговор против нас. Точно видать это Шельма. Тина. Постаралась. Тина стояла за дверьми и подслушивала их разговор. Так вот. Представьте у меня. Точно такая же история получилась. Тоже ее номер кто-то стер на корабле. И вообще не давали связи специально. Прямо детектив. Какой-то. Как вас? Паша. Ну да. Паша. И что же дальше было? Я когда к берегу дорвался, из-за бугра, так сказать, сюда и позвонил. И мне ваша Тина, нагородила бочку арестантов, короче лапшу на уши повесила, а я как лох, поддался на провокацию, и в расстроенных чекствах, пошел горе ромом заливать. А потом, что было? А потом прямо на корабль, отсыпаться. С девицами в постели. Нет, девиц не было. Какие девицы на корабле? Не ври, на корабле, или в борделе, спал в обнимку с двумя. И не отпирайся, я лично эти фотки смотрела, Тара показала. Как же так? Неужто и там за мной шпионили? Наверное. Так что не очень видно ты убивался горем, нашел притон для развлечений, но я не хотел. Так получилось. Я думал, что Тару больше мне не вернуть, понимаете? Понимают, когда вынимают. Вот ты и вынул из штанин дубликат бесценного груза. Не ну, зачем же, паспорт путать с Маяковским? Да, запутался мелок. Ты паша, как сардина в сетях. Боюсь, Тара тебя не простит, таких похождений. Каюсь, виноват, но дайте мне последний шанс все исправить. Ладно, пробуй, только не в рабочее время учти, приходи. Хорошо, спасибо, Марго. Тина отбежала от двери и спряталась. Паша вышел и ушел обдумывать планы о возврате Тары. Марго нашла Тину и потащила ее за руку в кабинет на допрос и на разборки. Так, а ну-ка, лисредиска, ты на кого еще работаешь? Ты о чем, Марго? Я тебе дам о чем. Ты удалила номер этого паши с телефона Тары. Нет, не я. Телефон был здесь. Его Тара забыла. После этого номер исчез. А почему сразу я? Может, это кто угодно. Ты на других не сваливай. Я по глазам вижу, что это ты. Говори, кто приказал, иначе уволю. Не надо, только вы меня не выдавайте. Я все скажу, говори давай. Меня Изида попросила. Какая еще Изида? Она на принца работает, его правая рука, во всех делах, вместо отца и матери короче. И зачем ей это надо? Ну как зачем? Принц запал на Тару. Вот и путь расчищал к тропинке Тары. И этого пашу, видать, пристроил в загранку. Но этого я точно не знаю. У меня такие догадки просто. Значит, и на корабле тоже. Постарались его в грязи извалять. Интересное кино, получается. Еще, что было? Больше ничего. Ладно, ступай. Что видела и слышала сегодня никому ни слова. Поняла? Поняла. А что Изида еще попросит? Мне доложишь? А теперь ступай. На первый раз прощаю. 14 глава. В это время режиссер, закончил монтаж фильма, и позвонил, доложил принцу. Все мой друг, можно завтра всех собрать для просмотра фильма, и устроить банкет, по этому случаю. Ну, что же так и сделаем, давай поедем в ресторан закажем зал, и меню, а потом по магазинам, за подарками для всех. Они заказали зал, и меню, затем принц выбрал для режиссера костюмчик в подарок, купил три вечерних платья для Тары, Марго, и Изиды, и нанял трех курьеров, которые с букетами роз должны, их в кратчайший срок доставить с приглашениями. Еще купил для Тары колье, и хотел его вручить Таре лично. Потом режиссер подсказывал, какие презенты взять и подарки для операторов, монтажеров, костюмеров и других. Ты не разоришься, друг мой, так всех одаривать. Ничего, не каждый же день фильмы делаем. У принца был наметанный глаз и наряды, платья всем подошли в пору. Родители восхищались Тарой, которая смотрелась в зеркало после примерки. Теперь я понимаю, почему его принцам величают. У него действительно вкус как у принца. Да и наша дочь как принцесса, добавил отец. Не иначе как влюбился не на шутку дочку он в тебя. Марго тоже примеряла наряд, и у нее путались мысли, что делать с этим по ошей, говорить Таре или нет о том, что она узнала. Наступил день вечеринки и премьерного показа для своих фильма перед банкетом. Арендовали кинозал, там и посмотрели кино, после аплодировали самим себе. Принц подарил, колье с изумрудами, и одел на шею Таре под аплодисменты. Зачем такие траты принц, смущалась Тара. Привыкай принцесса, ты этого достойна. Кроме этого он дал ей флешку. А это тебе подарок от режиссера, небольшое домашнее кино, где вы приведываете бабушку, с дедушкой и то, что... Осталось за кадром. Я надеюсь постельной финальной сцены. Там нет? Нет, к сожалению, вырезали. Спасибо. Потом вся команда отправилась в ресторан, на банкет. Паша зря приходил в агентство. Никого не дождался, ни Марго, ни Тары. Пошел угрюмый домой, и винил себя, что забыл взять номер телефона Тары. Решил прийти на следующий день снова. Принц сорганизовал, и нанял двух операторов, с другой фирмы. Они снимали торжество, были, тосты, игры, танцы, было весело, а в конце были салюты. После принц прогуливался с Тарой. По проспектам, паркам, и пошли считать ступеньки, на Потемкинскую лестницу. Тара вспоминала, как когда-то, их считала с Пашей. Я уже знаю, их 192. Ты что, уже с кем-то их считала? Да, считала, сказала Тара с грустью. Принц догадался, с кем она это делала, и поэтому лишний раз спрашивать не стал. Тогда пойдем на берег, сядем возле моря, будем звезды считать. Они уселись, стало зябко. Принц снял пиджак, накрыл голые плечи Тары, и они считали звезды. Мы не сможем их посчитать. Почему? Потому, что они пьяные. Пьяные? Да, пьяные, двоятся. Принц рассмеялся. Да, если верить ученым, то невооруженным глазом их можно увидеть около 6000. Ну, значит так и запишем. Так и запишем, и по традиции надо расписаться в этом, и поставить печать. Да, а как? Очень просто, и скрипить поцелуем. Он медленно приближался губами к ее губам. И так они целовались под луной. Затем принц привез ее домой, и они провели, в постели, интимную, и сказочную ночь. Утром Тара уехала в агентство на работу. Делилась впечатлениями с Марго. И Марго опять не знала, говорить Таре или нет. А Паша, ей не хотелось нарушать сказочную идиллию, в которой летала, как в облаках Тара. Она понимала, Паша скоро снова появится, на горизонте, и тогда может будет для нее все, как гром среди ясного неба, с его разборками. Марго ты чем-то встревожена я вижу. Ты меня слышишь вобще, о чем я говорю. Да, ты говорила, что вы звезды считали. Все это прекрасно, но я вынуждена тебе сказать первое, пока не явился сюда Паша. Паша? Он что уже был здесь? Да, два дня назад был, и наверное сегодня будет, ждать тебя, после работы. А зачем? Что ему нужно? Дело в том, что не все так просто, вас всячески отрывали друг от друга специально. Не поняла, поясни, ну, что тут пояснять. Удалили его номер, с твоего телефона, затем удалили с него твой. Специально отправили его в загранку, подальше от тебя, короче, целый был заговор. Сказали ему, что ты замуж выходишь за олигарха, и в агентстве не работаешь. Паша после этой новости выпил, может и девицу ему подложили, пьяному для фото, его окончательно опорочить в твоих глазах. Все делалось, четко, и целенаправленно, и я думаю, ты сама догадываешься, кто за этим всем стоит. Извини, подруга, не хотела тебя снимать, с облаков иллюзорного счастья, а теперь сама решай, что делать. Если не я, так это тебе все Паша хочет пояснить, вот я решила первой тебе обо всем поведать. Тара расстроилась и расплакалась. Я что, им игрушка, так судьба ломать? Не знаю Тара, ты уже взрослая, и тебе решать. Конечно принц хотел, любой ценой тобой овладеть, и преграды убрать. Наверное поэтому, так поступал. Но как говорится пусть горькая правда, чем сладкая ложь. Тебе выбирать, с кем быть. И кто сможет тебе, что предложить? Ты пока как птица в свободном полете, а не птицеловы. У одного клетка золотая, у другого простая. Можешь вообще никуда не идти и живи свободно, без всяких клеток. Тебе решать. 15 глава. И что же мне делать? Не знаю подруга, с принцем. Ты уже в пустели побывала дважды. Какой Паша в ней будет, тебе неизвестно. У вас толком и не было ничего, но скажу тебе дорогая. Постель тоже играет важную роль, и это тоже надо учитывать. Из-за нее немало разводов в семье, а ссылаются и прикрываются общими фразами типа характерами не сошлись или еще чего банального выдумывают. И что ты мне предлагаешь? Еще с Пашей переспать, для сравнения. Не знаю, может это и пошло звучит, но чтобы потом не жалела, о своем выборе подруга. У принца за спиной многое, что он может тебе предложить. У матроса почти ничего. Так же, может быть, и в постели. Один все, другой ничего интересного. Но кроме постели, и должно же быть, что-то общее, душа, понимание, уважение, общие темы, взгляды, вкусы. Да милая, ты права, это тоже весомый фактор, я согласна с тобой, а как же без этого? Ну, по крайней мере, мне стало легче, а то на сила, как камень два дня эту новость все не знала. Как тебе это сказать? Не хотел испортить тебе праздник. Спасибо, за откровенность, конечно это все знать неприятно и я не знаю как быть. Пусть тебе сердце подскажет, какой путь выбрать. А то на советую буду виновата еще, неизвестно, куда советы мои заведут. Тара сидела грустная. Ей звонил принц, она не брала трубку. Он стал волноваться. Ну, сейчас принц мне будет звонить. Что ответить? Не знаю, скажи, что-нибудь, занята. Так подруга сегодня ты не работник. После таких новостей, может тебя пораньше отпустить домой с мыслями собраться. А то еще Паша припрется, выяснять отношения. Не знаю. Зазвонил телефон Марго. На линии был принц. Ишь, как волнуется. Ладно, я не буду отвечать. Как хочешь. Давай я скажу и шофер тебя домой отвезет. Как хочешь. Ну, не нравится мне твое настроение. Ну не принимай так все близко к сердцу. А к чему лучше может к почкам? К печени? Марго вызвала водителя. Так Тара тебе даю два дня от гула. Ты дома все обдумай хорошенько. Только не делай глупостей. И если что, звони. Не пропадай. Хорошо. Сейчас самое время пропасть. Ну, я не знаю. Может, с мамой посоветуйся. Она что подскажет. Так все. Два дня. Ни с кем не встречайся. Пока тебе больше никто не нужен. Ни принц. Ни Паша. Все еще и отдыхай. И водитель отвез Тару домой. Принц звонил к Изиде. Дорогая, ты не можешь Тине позвонить узнать. Где Тара пропала? На связь не выходит и Марго трубку не берет. Хорошо. Тина увидела вызов Изиде и вышла на улицу, чтобы не слышал никто, и поведала Изиде, что ее разоблачили, и Паша приходил выяснять причину разрыва с Тарой, и что Марго устроила ей допрос. И Тару увезли куда-то, может Марго ее отпустила домой. И теперь она, как среди двух огней, не знает, что делать. Впрочем, как и я сейчас. Молчи пока, о моем звонке ни слова, до связи. Изида поведала по связи все принцу. Затем принцу позвонил режиссер и спрашивал, когда запускать фильм в прокат. Подожди с прокатом, мне пока не до этого. Что случилось? Матросик появился, правда ищет, капает под меня. И что ты намерен предпринять? Пока не знаю, думаю. Тина трубку не берет, и Марго тоже. Видно и там шороху навел. В агентстве свои люди доложили. Да, ситуация. Не трогай пока Тару, пусть сама выбирает, кто ей по душе, принц или нищий матрос. Что сколько сил, и труда вложили, и все зря. Все спустить на тормозах. А вот пусть и выберет сама. Тебя оценит, значит, любит и тебя достойно, а выберет его, так насильно мил не будешь все равно. Зачем тебе без взаимности любовь? Приезжай ко мне, посидим за чашкой кофе, или Рома, все обсудим, а то наломаешь дров и еще сгоряча. Хорошо, жди, скоро буду. Паша приходил, Тару не застал. Упрашивал Марго, дать ее номер телефона. Вот, что Паша, я ей все рассказала, для нее эти новости это потрясение, ей надо прийти в себя, разобраться в своих чувствах. Дай ей, пожалуйста, два дня, не трогай ее, ей сейчас никто не мил пока. Не мучай ни себя, ни ее. Пусть сама решает, кто ей дороже, и милей, может она вообще никого не выберет, все может быть. А ты будь мужиком, какой бы она ни сделала выбор, прими его достойно, не раскисай, ведь ты моряк как-никак. Я понял, а телефончик можно ее? А телефончик лучше мне свой оставь. И если она пожелает, она свяжется с тобой, или я спрошу, давать тебе ее номер или нет. Ладно, я все понял. Подожду два дня, больше ждал. И Марго записала номер телефона Паши. И тот ушел. Принц стопил свою тоску, в бокале с Ромом, на пару с режиссером. Может ему рожу набить, или в море утопить. Ты его и так не раз топил, твои люди постарались, а он как буйок всплывает. Нет, принц с мордобоймом икрухой любовь тебе не завоевать. Тут нужен мудрый совет и решение. Ты и так столько всего делал ради нее за месяц, что другие не сделают из-за того, за всю жизнь. Конечно, Пашу хитростью пытался устранить, не совсем удачно вышло, но ведь он мечтал о загранке, ты его мечту осуществил, и Тара должна тебя понять, ты боролся за любовь свою как мог. Сейчас ее лучше пока не трогать. Пусть выбирает журавля в небе, или синицу в руках. Для нее сейчас Паша жертва, а ты милый друг в роли тирана. В ее душе буря, и надо подождать, пока она стихнет. Так, что наберись терпения, и жди. Чего ждать, пока морячок, ее захомутает. Для нее сейчас вообще никакой хомут не нужен. Может после всего вообще не захочет ни с кем быть больше, и веру в мужчин потеряет. Тара не крепость, ее штурмом брать нельзя, пойми ты наконец. Дай ей время, самой, сделать свой выбор, и какой выбросит Флак светом. Ладно, твоя позиция мне понятна, поеду к Изиде, хочу узнать какой она даст совет. Как знаешь, езжай. Я так понял фильм, пока в прокат не запускать. Пока нет. Шестнадцатая глава. Принц Изиде поведал то, что советовал ему режиссер. А что, я с ним согласна. Не одевать же ей кандалы и сажать на цепь. Ты и так этой птичке много дал и показал, на что способен. Остынь. Подай мне карты. Принц дал, и Изида сделала расклад на картах Таро. Мужайса, милый мой. Она выберет матроса, но будет разочарована. Это ей урок прописанный судьбой. Тот, кто пробовал, и любит шоколад, не захочет лука. Ты говоришь загадками, переведи. А что говорить, у них будут проблемы, ссоры. Тобою будет попрекать, да в интимной жизни нестыковки будут. Так, может, лучше будет ее остановить. Сразу, чтобы не делала ошибки. Не стоит, это ей испытание, через которое она должна пройти, не будет матроса, появится другой такой же. А вдруг детей настругают, что тогда? Нет, детей не вижу, у нее с ним их не будет, она сама не захочет. Но зачем же ей через мукетти проходить? Ты видел кино, как закалялась сталь? Видел? Причем тут это? Тебе нужна такая же, как и мы все, что есть у тебя, которые не бросят тебя беспомощного, слепого и больного. Она сейчас, как камыш, куда ветер подует, туда и гнется. Пусть закаляется, как сталь, через огонь и муки. Если она сейчас так себя ведет, то она еще не готова быть членом нашей семьи и не достойна нашего клана и касты, и баста. Так что мне делать? Да, ничего, радуйся жизни, как прежде, считай, что она тебе приснилась и что было это только во сне. Я знаю, тяжело тебе будет поначалу, а ты внуши себе это постоянно, и боль со временем уйдет. У тебя есть, кто, как бальзам, на твою душу лежит. А Тара, как мука, захочет жернова, что ж, пусть их и получает. Может, только тогда, узнает тебе цену. А когда прибежит к тебе с повинной, тогда ко мне снова приходи, снова погляжу, какие карты лягут, и что с ней делать надо. Пророчества Изидой стали исполняться. Тара встретилась через два дня с матросом, и они стали встречаться снова. Через некоторое время он предложил ей жить вместе. Она согласилась и переехала к нему. И понеслось. На работе Паша запрещал Таре появляться, сказал, что там порочный круг, и тебя снова занесет не туда. Надейся на меня, я буду обеспечивать семью. Таре это сильно не понравилось, и у них начались скандалы. Модельный век и так короткий, нам едва хватает расходы покрыть. Ничего, хватит нам и того. Ты ушел из-за гранки, там больше платили. Да, ушел, хоть это была моя мечта. Я не могу тебя здесь оставлять надолго саму. Тебя опять твой бывший хахаль захомутает, поэтому нужен контроль. В постели тоже был конфликт у них. Во время близости ей было больно. Интима Тара избегала, как огня, говорила то голова болит, то месячная, то еще чего придумает. Однажды Паша ушел на работу. Тара не выдержала и поехала к Марго. Сидя в кабинете, она кляла свою судьбу. А я тебе, девочка, говорила. Вот тебе и подводные камни. Скорее ты с ним из-за жалости сошлась, а не по большой любви. Так где она, это большая любовь. О чем ты говоришь? Наверное, ее нет на свете. А почему ты говоришь, тебе больно при интиме? У него достоинство кривое. Как это? Ну, то, что между ног висит. И что, разные позы не помогают? Не помогают. Как ни крути. На те же самые грабли натыкаюсь. Да, вот тебе и казус. Недаром, я тебе о постели говорила. Да, подруга, как в воду глядела. Ему это надоело, нашел кого-то себе на стороне, денег стало еще меньше. Я сначала хотела поскандалить, а потом и рада, что меня не стал так мучить. Да, вот поэтому я столько лет одна, и никто мне не указ. Не нужны мне спиногрызы. Ну, что мне делать? На работу не пускает, ревнует к каждому столбу, попрекает принцем без конца. Хотел пьяный платье его спалить, что подарил. Еле отбила с боем, и к матери отвезла, и перстень, и к олее, а то пропьет еще. Да, ну и влипла ты, подруга. Да, что делать? Что делать? Бежать подальше надо, дорогая, пока детей не завели. Куда бежать? Пока к маме. Отдохни недельку после нервотрепки такой, а потом приходи на работу. Затем будем тебя восстанавливать, в божеский вид приводить. Сама себя запустила то как. Значит развод. А вы разве женаты были? Да, нет, бог миловал. Хотя он сколько раз тащил меня в ЗАГС, я не хотела. Он ругался, говорил. Значит, не любишь, все попрекал. Ладно. Уйдет на работу, собирай манатки к мамке на такси. Если мало одной машины, я помогу своей. А ему записку на стол. Любовь прошла, завяли помидоры. Хорошо, так и напишу. Через день Тара ушла от Паши. Он сначала горевал, пил, приезжал, кричал под окнами. Отец Тары вышел и сказал, иди домой, проспись, иначе милицию вызову. Не надо, папаша, милицию, сам уйду. И Паша уехал к разведенке, своей любовнице. Та курила и пила с ним на пару, но с той у него не было в постели проблем. Он обещал ей бросить пить и вернуться в загранку, и привозить ей заграничные шмотки. У него попытка была. Он к начальству ходил на поклон, те обещали подумать. Когда он вышел из кабинета, позвонили принцу с вопросом брать его или не брать опять. Решайте сами, мне все равно. Если он хороший будет работник, берите, если плохой, гоните. Начальство знало, что у него не заладилось личная жизнь, и пожалела его. Ему дали второй шанс, чтобы вообще не слетел, как говорят, с катушек, взяли. И Паша начал новую жизнь, со старой любовницей, или новой женой. Через четыре дня Тара вернулась в агентство. И Тару приводили в чувство, и в порядок. 17 глава. Принцу доложили, что Тара ушла от матроса, но он за время ее отсутствия научился свои чувства контролировать, и они к ней постыли. Надо же все так и случилось, как Изида пророчила. Хорошо иметь своих астрологов, и гадалок. Принц достал гитару, протер ее от пыли, и сочинил песню, и записал ее в студии. Есть ли на свете любовь? Первый куплет. Тихо по стеклу, пробежит слеза. Это на ветру, плачут небеса. Реквием воды, лето проводы, холод впереди, дожди. Сколько раз хотел, я понять тебя, сколько и зачем, будешь мучить зря. А может не судьба, нас с тобой свела, а может это все, игра. Припев первой воля, неволя, без тебя с тобой, мы часто спорим, причиняя боль, чувства же эти, испортили нам кровь, есть ли, на свете любовь. Второй куплет. Вечно, на бегу, где-нибудь в толпе, что-то я ищу, и не знаю где, счастье не маяк, не покажет знак, где оно, в каких мирах. Припев второй. Воля-неволя, с тобой и без тебя, это злая доля, а может быть судьба, чувства же эти, портит людям кровь, есть ли на свете, любовь. Проигрыш. Тихо по стеклу, пробежит слеза, это на ветру, плачут небеса, что грустные стихи, виновата ты, сегодня не приду, не жди. Тара с умилением вспоминала, время когда снимали фильм и спрашивала у Марго, кино уже, где-то показывали или нет. Я не видала, наверное нет. Если бы показали, прошел бы слух и тебя бы узнавали на улице. Видать обиделся принц, что ты выбрала матросика, и не дал ему хода. А у него уже кто-то появился или нет? Не знаю, какие-то девицы вьются рядом, а кто они ему понятия не имеют. А ты никак надумала к нему вернуться? Не знаю, наверное он меня, не примет, не простит. Ну, так узнай свободно его сердце или занято, а ты не могла бы как-то узнать невзначай. Хорошо узнаю, тебе мало было приключений, что так быстро надоел ветер свободы. Боюсь, такого другие уведут. Да, милая моя, такие на дороге не валяются, это точно. Уж больно ранила его ты, шансов мало, что простит. Ну, ты все же справки наведи. Да что же мне детектива нанимать за ним следить? Сходи к Эзиде, она говорят ему как мама. Наш принц сирота, как сирота. А ты не знала раньше, что он не говорил? Нет. А ну да, такое не скажет. Он здесь дома, а там была суровая школа. А как к Эзиде попасть? Тина подскажет, если надо. Эзида позвонила принцу. Скоро ко мне Тара придет, зачем? Она, что тебе звонила? Нет, мне карты говорят об этом. Если хочешь приезжай, скажу подробнее. Хорошо. Принц приехал и зашел в кабинет Эзиды, который был напичкан магической атрибутикой. Ну, я слушаю тебя. Она скоро ко мне, придет в разведку, выпытывать если кто у тебя, и как тебя вернуть. Как твои чувства к ней уже совсем остыли? Чтобы совсем погасло все, я не скажу, но и того, что было раньше, вряд ли будет. Ну и хорошо. Говорит пословица не зря. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Раньше твоя любовь к ней была похожа на бенгальский огонь. Со стороны красиво любоваться, но как оказалось недолговечной была эта красота. И если бы тара оставалась с тобой, не знаю насколько бы, у тебя хватило этого красивого огня. Опять притчами глаголишь, ты попроще мне, истолкуй. Не бенгальский огонь нужен, ибо он не долг. А свеча. Усек. А то сгоришь, как фейерверк, или салюты, быстро и красиво. Намек понял. Гореть нужно ровным пламенем свечи. Совершенно верно. Именно такими чувствами ты пылаешь и огоньком ко мне, и к Ольге, и Розе, и Кэт, и как видишь никто не убегает, остаются преданы тебе. Как знать. Если бы огонь свечи и тара вначале увидала, а не праздничный салют, может и не сбежала как крыса из корабля. Ну наш корабль еще не тонет. Ну я же образно. Я все понял, не так пылать как раньше. Ну, конечно, силы береги. Пусть научатся ждать, как мы тебя ждем, и дорожить каждой минутой, не будь на побегушках и под каблуком, делай вид, что много работы, пусть потос скует, как мы в конце-то концов. Если она уснает, о тайне нашей, и о нас, и предложит ультиматум, или я, или твой бордель, для нее, бордель, а для нас, семья, улавливаешь разницу. Да, вы моя семья, и я вас не променяю теперь ни на кого. Это ты сейчас так говоришь, а раньше, мог и ошибиться, если бы подобный ультиматум ты раньше от нее услышал. Все, что надо, я тебе сказала, можешь, навестить теперь кого желаешь. Она завтра подойдет, если согласится быть одной семьей, приемем, если нет останется с родителями или будет спотыкаться, а подводные камни дальше. Принц с Розу навестил, и остался с ней до полуночи, а потом уехал к себе домой. 18 глава. На следующий день Тара пришла. Поздоровалась, ее поразила обстановка. Так вы кто? Гадалка, или маг, или медиум? И то, и другое, и третье. А еще я, астролог, хиромант, экстрасенс, ведьма, шаман, и так далее. И будущее знаете? О твоем визите знала за два дня. Также знала, что к матросу убежишь, и вернуться захочешь к принцу снова. Вы, что по глазам прочли, по губам, а впрочем, какая разница почем, долго объяснять. А правда, что Тимур сирота? Правда. А вы? Ему заменяю отца и мать, тоже верно. А что у вас? Еще какие тайны есть тебе интересно? Да, тайны небольшие есть, но ты чего желаешь? Вы же и так знаете, знаю. Пусть твои уста, это произнесут. Желаю снова быть с Тимуром. Этого желает его вся семья. Как семья? У него разве есть семья? Есть, конечно, но ни по крови, ни официально. Он ни с кем не расписан, но привязался к нам, а мы к нему. Так кто же это еще? Кроме меня есть еще три человека, которым он предан, но а те к нему? Так кто же они? А ты готова влиться в нашу семью? Да, но что это за люди, что за тайны у вас? Тайны откроются, лишь посвященным тем, кто вольется в нашу семью. Если ты научишься ждать как мы, терпеть как мы, не упрекать, как мы, все тебе откроем. У Тимура много работы теперь, он не такой свободный, как раньше, но несмотря ни на что, мы его любим, и ждем. И дорожим каждой минутой общения. Ревности у нас нет, зависти тоже, все, что мешает, отсекаем. Ты готова пройти ритуал посвящения? Не знаю. Не знаю. Это не ответ. Иди домой, и подумай. А я скажу Тимуру и спрошу принимать тебя в нашу стаю или нет. Ступай. Надумаешь, дорогу знаешь. И Тара ушла и по дороге домой, терялась в догадках, что за тайная семья. Какой обряд посвящения, непонятно как-то. Почему он раньше ничего об этом не говорил? Изида позвонила принцу. Была у меня твоя беглянка. Я ей намекнула на подпольную, и тайную, неофициальную семью. Она интересовалась, кто это. Я сказала, есть еще три человека. Тайна откроется, лишь посвященным. Ну, ты и туману напустила, напугала видать. Ничего, пусть постепенно привыкает. Нельзя ей сейчас карты открывать. Пусть в ореоле тайны, побудет. И ты пока храни секреты, если что. Хорошо, спасибо. В общем, пусть думает, сказала, надумает, дорогу знает. Пусть попробует пройти испытание, какое мы прошли. Спасибо, Эзида. Твоя мудрость не знает границ. В агентстве Тара, поведала о том, как побывала, на приеме у Эзида. Ну и как подробнее расскажи. А что, я только рот открою, она уже знает, что хочу спросить. Жуть. Ну, да мысли читает, насквозь как рентген видит, ничего не утаишь. Знала давно, что я к матросу уйду и вернусь. Неплохо принц устроился, вот откуда у него успех в делах. Свой астролог и психолог, маг, чудеса да и только. Хотела больше все разведать, да не сильно мне карты все открыли, ты о чем? Говорил у принца, какая то тайна есть еще семья. Неофициальная. А кто это? Непонятно. Еще три человека. Ну и что это за люди? Неизвестно. Тайну откроют лишь посвященным, которые будут готовы влиться в семью. Может просто тебя решила подурачить, и придумала сама семью. Может хотел и узнать, не испугаешься трудностей. Не знаю. А может он кого усыновил, взял из детдома? Точно, он же сам через это прошел. Тогда почему неофициально? А потому, что на это дают разрешение только полноценной семье брать детей, а он один, без жены, вот и неофициально. Боятся огласки, наверное. Может он вообще их украл, в детдоме, и они в розыске. Ой, страсти какие, неужели это и есть тайна? Да, все может быть. Как же выяснить все? Частного сыщика нанимать, так это деньги надо. Артура послать так не обучено, он тайно следит за кем-то. Ладно, есть у меня в ментовке один знакомый. Помогла как-то его семью сохранить, а что пусть отрабатывает должок. Хорошо, а то мне эти тайны настораживают. Надо знать, в какой умут лезть с головой. Вот именно сколько можно обжигаться. Марго пригласила Владимира к себе. Тот явился. Вова долг платежом красен. Я тебе помогла, теперь ты мне помоги, что надо Марго. Сделаю все, что в моих силах. Вот тебе фотки. Звать Тимура, по кличке Принц. Извини, у меня не те погоны его арестовать. Да, не надо арестовывать, надо тайком узнать, кого он прячет и навещает иногда. Вот и Зида она в курсе, говорила, намекала трех человек. Какая-то тайная неофициальная семья у него есть. А кто это неизвестно. Я не хочу, чтобы моя подруга вляпалась куда-нибудь не туда. Она виды на него имеет, но обжигаться второй раз, ей неохота, понимаешь? Ну, а что тут не понять? Значит на предмет все ли у него в порядке, с ориентацией, и есть ли любовницы, еще на стороне, или дети? Молодец, ловишь на лету. Хорошо, установим слежку, выясним. Только аккуратно, чтобы не заметил. Хорошо. Изида почуяла, что будет слежка, и сообщила принцу. Принц приехал. Ну, и откуда ветер дует? Маргомен-то наняла. По просьбе Тарвидать, вот про Нейра. А собственно все равно Витюс знает. Рано или поздно? Да, я хотела попозже, чтобы снова она к тебе привыкла, муси-пуси и все такое. Ну и что, предлагаешь их разыграть? А давай, скажи своей охране, как только увидит слежку, и объективы в наши окна, устроим небольшой, показательный спектакль. О роли, какие наши будут? Я потом скажу. Ты главный с бородой сейчас, это хорошо, и не сбривай, пока я не скажу. Девятнадцатая глава. Через два дня охрана доложила, что заметили слежку, и видели объектив из окна соседнего дома. Ясно, пошли кого-нибудь за костюмами и мантиями в театр. Хорошо. Изида сказала принцу, приехать и тот приехал. Там сидели, Ольга, Роза и Кэт. Друзья, за нами слежка, так неофициальная по просьбе одной девицы. Решила за нашим принцем проследить, наняла сыщика. Так вот сейчас одеваем костюмы. Я думаю, они только фото и видео сделают, но на всякий случай не будем говорить, ничего лишнего. Вы будете, как студенты, слушать, а я буду читать лекции о магии, и показывать пиктограммы, руны, астрологические карты. Затем вручу вам свитки и медали. Всем все понятно? Да. Тогда пройдемте в зал, где за нами будут шпионить. Они вошли, уселись. Изи до начала лекции о том, что такое магия, какая она бывает, кто на что способен, как выяснить, если к этому, призвания, какие бывают, ритуальные предметы, какие молитвы читать, какие силы просить, какие бывают стихии, и прочее. Было все интересно. Она показывала указкой на таблице, меняла плакаты, рисунки. Затем они взявши за руки пошли по кругу магического шара, в котором сверкали маленькие молнии. Затем она вручала свитки и каждому медали вешала на шею. А после лекции разошлись. Ну, Изида, ты и даешь. Тебе бы лекции по магии и эзотерике читать студентам. А вы и так сегодня были у меня студентами. Да, все так интересно. Я хочу быть твоей ученицей, сказала Ольга. И я, сказала Кэт. Мы, согласны, сказал принц. Ну, вот и славно, пока за нами следят. Буду вас учить, а там видно будет, кто, на что будет способен. Сыщик принес моргов фотки, видеотчет. Какие-то лекции, похоже, или уроки магии, ритуалы видно, таблицы, руны, знаки. Наверное, это Изидах обучает колдовству. Какому? Да, похоже, сказала Марго. Три девицы, какие красивые, с принцем и с Изидой водят хоровод в мантиях. Видно, обучает всех она, у нее, есть дары, сразу заметила. Я бы сама к ней в ученики записалась, сказала Тара. А еще что выяснил, спросила Марго. Он помогает еще детдому, в котором был раньше сам, взял над ними шефство. Больше пока ничего. Что дальше следить или хватит? Я думаю, и так все понятно. Да, хватит Володя, спасибо, выручил. Изида попросила посмотреть фильм, что снимали. Принц сказал ей, только смотри, чтобы только ты смотрела и все. Он еще не в прокате в интернет не должен попасть. Тимур, а можно девицам Ольги, Кэт и Розе показать? Они меня замучили с этой просьбой, и тебя наверно. Ладно, только им, и все. Пусть привыкнут заочно к Таре, может быстрее подружаться, как знать, если захочет в семью. Ладно, привезу. И принц поехал за фильмом и привез. Ему позвонила Тара, просила о встрече. Хорошо, давай в кафе встретимся. Он уехал навстречу. Тара одела платье, что он подарил, а также, перстень, и колье. И была также обворожительна, как прежде, и он снова влюбился в нее, опять как мальчишка. Изида собрала девиц, для просмотра фильма, и объявила девочке, вы же знаете наши правила, в нашей семье. Ревности нет. Не ревнуйте нашего принца, героини фильма. Может вы с ней подружитесь скоро, и она вольется в нашу семью. Те печально вздохнули. Ладно, включай уже. Сказала Ольга. Изида включила, и начали смотреть кино, которое им понравилось. Этой ночью Тара осталась у принца. После близости, от которой Таре не было больно, а напротив, приятно. Тара вспоминала прошлые встречи, и прогулки, и то, как они считали звезды, а затем спросила. Ты меня познакомишь, со своей тайной семьей, по магии. Дорогая, не торопи события, всему свое время. Я тоже хочу учиться, как вы колдовству. Хорошо, я поговорю с Изидой. Утром после завтрака он отвез Тару на работу в агентство. А ты сейчас куда? Тоже на работу, дорогая. В пять вечера заедешь за мной. Заеду. И Тара ушла. Принц позвонил режиссеру. Привет, друг, запускай фильм в прокат, что помирились. Да, я рад. Удачи. Запускаю. Затем принц приехал к Изиде. Его девчата наперебой хвалили за кино. Мы тоже в Индию хотим или куда-нибудь еще. Хорошо, я что-нибудь придумаю. Может на Мальдивы. Ура, мы согласны, визжали девчата, от радости и кинулись его целовать. Как дети, честное слово, можно подумать, Муря, не видели ни разу, радости сколько, сказал Изида. Мы Изиду с собой возьмем, пусть там продолжает нас учить на пляже или в номерах. Да, конечно возьмем, а сейчас мне с ней надо поговорить с глазу на глаз. Ну вот, какие-то тайны от нас, сказала Кэт, и жрицы любви ушли. Изида, еще три дня и я не выдержу. Ты это о чем? Снова как мальчишка втрескался. Возьми себя в руки, помни наш уговор. Так через три дня берешь нам всем путевку на Мальдивы, а тара твоя пусть будет дома, ей скажешь по делам в командировке, пусть ждет, и учиться ждать. А я там буду поить тебя тваром, чтобы не сильно к ней тебя тянуло. Да, согласен, а то сгорю, опять, как бенгальский, огонек. После недельного отдыха на Мальдивах принц вернулся к Тарии, она сказала. Я ужасно соскучилась. Потом он с ней полетел в Канны. Тарии дали премию за лучшую женскую дебютную роль в фильме Мой рай. И они полетели потом отмечать успех на недельку на Канарские острова. И снова сказачная жизнь продолжалась. А что же дальше было потом? Догадайтесь сами. Догадайтесь